Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Узнать, в какой помощи нуждаются и предложить варианты решения проблемы. Глава города Елена Лапушкина встретилась с семьями мобилизованных. Лучшие спектакли театров по Волжье на одной сцене. В этом году юбилей отмечает фестиваль «Волга театральная». Научить детей правилам дорожного движения. В Самаре прошла акция «Засветись, стань заметней на дороге». Экономический рост и социальная направленность. В столице региона состоялось расширенное заседание правительств Самарской области, где обсудили итоги социально-экономического развития этого года и проект областного бюджета на ближайшие несколько лет. Заседание провел губернатор Дмитрий Азаров. В нем приняли участие депутаты, главы городов, в том числе глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных организаций «Бизнес-структур». С подробностями наши корреспонденты. В Самарской области созданы условия и запас прочности, чтобы справиться с новыми возникающими сложностями на фоне санкций. Несмотря на вызовы, несопоставимые по масштабу с теми, что возникали в предыдущие периоды, в регионе не закрыли ни одну госпрограмму, не приостановили работу ни по одному объекту. А бюджет региона остается бюджетом развития. Об этом шла речь на расширенном заседании правительства региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. Заседание прошло с участием широкого круга общественности. Для всей команды правительства Самарской области принципиально важно, что уже пятый год подряд мы на расширенном заседании правительства проводим открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета еще до внесения его в губернаторскую думу. Тем самым инициируем общественное чтение будущего бюджета, предварительное широкое обсуждение его основных позиций не только с депутатским корпусом всех уровней, но и с широким спектром общественных организаций, руководителем предприятий, учреждений, со всеми муниципалитетами Самарской области. До сих пор в регионе опережающими темпами развивали экономику, создавали развитую инфраструктуру транспортную и социальную. Регион входит в топ-лидеров по участию в нацпроектах и показывает достойный результат по исполнению взятых на себя обязательств. Сам областной бюджет только за 9 месяцев 2022 года вырос в расходной части на 31,7%, с 245 до 322 миллиардов рублей. И сегодня наш бюджет – это бюджет развития региона. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты. На год раньше построены мосты через Самару и СОК. Также на год раньше введен в строй новый дворец спорта. Новая транспортная развязка в городе Самары от улицы Советской армии Новосадовой. Тоже на год раньше срока. Рост инвестиций в Самарской области составляет 122,5%. Это выше, чем в целом по стране. Благодаря инвестициям создаются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния граждан. Для губерната и правительства ключевой задачей являлась поддержка предприятий, поддержка отраслей экономики. И в результате мы видим по региональным предприятиям, что постепенно улучшается ситуация в промышленном комплексе. Индекс промпроизводства за 9 месяцев заметно вырос и составил уже 94,7% аналогичного периода прошлого года. Автоваз вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов и отразилось в целом на промышленности области. Мы, в общем-то, с уверенностью смотрим в завтрашний день. Мы надеемся, что с помощью Министерства экономического развития, Министерства промышленности мы с ними активно сотрудничаем. Хочется им также слова благодарности сказать. Мы думаем, что мы со всеми задачами, которые ставятся в сегодняшнее время, будем справляться. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, за 9 месяцев года, увеличилась на 7,5% к показателям декабря прошлого года. Аграрии завершают год с рекордным урожаем зерновых – более 3,5 миллионов тонн. Мы получаем субсидии довольно неплохие – это молочное животноводство и, может быть, хотелось бы чуть больше тепличное хозяйство. И даже дело не в том, что субсидии мы получаем, это большая радость и счастье. Просто они позволяют вкладывать эти же деньги в обновление оборудования, в получение необходимых современных технологий. И это помогает. Помощь от государства получают более миллиона жителей Самарской области. А мобилизованные военнослужащие обеспечены достойными условиями размещения и дополнительными выплатами. Регион первом в стране создал систему социальных паспортов для каждой семьи военнослужащего. Это позволяет вполне выяснить, какая конкретно помощь нужна. Нас слышат, нам помогают. Мы все понимаем, как важна для бойцов дополнительная экипировка, которой они обеспечиваются согласно решению губернатора и правительства региона в дополнение к военной амуниции, предоставляемой Министерством обороны. Военнослужащие 2-й армии благодарны вам за то, что их семьи находятся под вашей опекой и защитой. Именно это даёт им силу идти в бой и побеждать. На заседании было решено, что при подготовке проекта бюджета во главе угла должны стоять взаимосвязанные задачи. Во-первых, обеспечение чёткой социальной направленности основного финансового документа региона как ключевого условия сохранения и укрепления общественно-политической стабильности в регионе, а во-вторых, продолжение дальнейшего поступательного, опережающего развития Самарской области. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Глава города Елена Лапушкина продолжает личные встречи с родственниками мобилизованных самарцев. Из первых уст узнаёт, какие проблемы их волнуют, и предлагает варианты решения. Одна из таких встреч прошла накануне в Железнодорожном районе. В обсуждении приняли участие глава районной администрации Вадим Тюнин и руководитель департаментов спорта, опеки, попечительства и социальной поддержки. Главе города обращаются самыми разными вопросами. Кому-то нужна помощь в получении социальных льгот для детей, кому-то необходимо помочь оформить кредитные каникулы. Как отметила Елена Лапушкина, все вопросы разбираются индивидуально, в том числе на уровне администрации районов. За каждой семьёй мобилизованных закреплены кураторы, помощь продолжится и в будущем. В Самаре одно из крупнейших промышленных предприятий города отмечает памятную дату. 81 год назад из Москвы в запасную столицу был эвакуирован авиационный завод номер один. В 1961 году его переименовали в Куйбышевский завод «Прогресс». Во время Великой Отечественной войны ежедневно в его стенах сотрудники совершали трудовой подвиг. Каждые полтора часа из сборочного цеха выходила новая боевая машина. Главной ударной силой фронтовой авиации стал самолёт Ил-2. После того, как летательный аппарат оснастили дополнительным пулемётом, вражеские пилоты прозвали его «чёрной смертью». Легендарный штурмовик стал самым массовым боевым истребителем в истории авиации. Как раз вот сюда, на эту площадку, он был эвакуирован всего лишь за 20 дней, с 9 октября по 28 октября 1941 года. Каждый шестой самолёт, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны, был производством нашего предприятия. То есть мы внесли очень большой вклад в Великую Победу, и, естественно, это был такой трудовой подвиг нашего коллектива. 7 ноября 1941 года более 300 сотрудников завода приняли участие в параде на площади Куйбышева. В этом году в Самаре традициям не изменят. 7 ноября пройдёт парад памяти. Более 7 тысяч человек промаршируют единым строем по площади Куйбышева, чтобы показать свою сопричастность к истории нашей страны и её героев. В 2022 году он приобрёл новое звучание. Дети и взрослые чествуют своих предков, их подвиги, а также отдают дань уважения героям, которые защищают наше Отечество и его мирных жителей сейчас, в период борьбы с нацистским режимом. Торжественные события свидетельствуют о сохранении исторической памяти в бережном отношении к истории родной страны. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Новые вехи, возведения подземки обсудили на совещании в администрации областного центра. Сейчас основной фронт работы развернут на двух участках – в районе перекрёстка Красноармейской и Галактионовской и на пересечении улиц Новосадовой, Полевой и Самарской. С подробностями Светлана Тимофеева. Ежедневно на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской работает тяжёлая техника. Здесь с 8 октября идёт строительство метро. Рабочие за это время демонтировали полотно на проезжей части, вырыли траншеи. За последнюю неделю здесь построили более 30 метров ливневой канализации и приступили к вынусу водовода. Сейчас идёт подготовительная работа к его присоединению. Укладываются футляры, проводятся строительно-монтажные работы. Параллельно переносятся телефонные и электрические кабели. На этом участке задача особенно важная. Здесь будет проходить стыковка действующего и нового тоннелей метрополитена. Как отмечают специалисты, работа идёт с соблюдением графика. Строители планируют подготовить площадку за 39 дней и приступить непосредственно к возведению подземки. На Полевой мы планируем в ближайший месяц увеличить нашу строительную площадку до улицы Первомайская. К концу ноября мы откроем движение через Полевую в сторону Ленинского улицы. Минимизации неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. На сегодняшнем совещании в мэрии, которое прошло с участием представителей метростроя, обсуждали схему организации движения на период строительных работ. Совещание провел первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Придерживаются первоначальной стратегии. После перекладки коммуникаций по улице Новосадовой будет полностью открыта одна полоса в сторону центра со стороны Первомайской. Движение по ней будет уходить вправо на Полевую. Также могут открыть три полосы по улице Полевой, если следовать вверх от Галактионовской в сторону проспекта Ленина. Кроме того, откроется поворот с улицы Самарской на Полевую для движения к проспекту Ленина. В другой зоне метростроя на перекрёстке Галактионовской и Красноармейской специалисты также продолжают вынос инженерных сетей. Мы обсуждали вопрос по Вилоновской, это по строительству водопроводной камеры на осевой, это тоже обсуждали. Мы обсуждали вопрос по рабочей, потому что там есть схема, надо будет выставить все знаки, где будет ограничение парковки и стоянки, где будет работать эвакуатор, потому что это тоже действительно надо будет. Мы обсуждали тему по части узла и вынос коммуникации уже на самом перекрёстке Красноармейской и Галактионовской. Специалисты пришли к общему мнению. Перекрытие в районе перекрёстка улиц Красноармейской и Галактионовской не избежать, но оно будет минимальным по времени – 3-4 дня. Это в основном затронет организацию движения трамваев. Ограничения планируется ввести в выходные дни, но с какого времени – пока не решено. В ближайшее время подрядчик приступит непосредственно к строительству новой станции. Будет проведена разработка котлована для старта счета и проходки между Театральной и Алабинской. Тоннели пойдут во встречных направлениях. Предполагается, что монтаж счета начнётся в первом квартале следующего года. Региональный заказчик и администрация областного центра, которые работают в тесном взаимодействии, стараются минимизировать неудобства для самарцев, связанные с временными ограничениями движения транспорта, и просят горожан отнестись к этому с пониманием. В будущем ввод в эксплуатацию станции Театральной значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдалёнными районами и историческим центром города. До музеев, театров и других культурных площадок можно будет добраться за 20-25 минут. Интервал движения поездов может сократиться до 7-8 минут. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжают благоустраивать дворовые территории по программе «Комфортная городская среда». Жители, чьи проекты были одобрены, в результате получают новые детские площадки, парковки и обновлённые внутридворовые проезды. Съёмочная группа событий побывала на одном из таких объектов. Житель Самары Иван Бондарев со своей маленькой дочкой теперь ходят на прогулку с гораздо большим удовольствием. Во дворе дома 327 по проспекту Кирова появилась новая современная детская игровая площадка. Благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда». Естественно, довольны. Представьте, здесь у нас ничего не было, просто земля, пустырь, грубо говоря. А сейчас площадка, и тут и с детьми приходят, и так. Рядом школа, школьники после школы заходят, тут играют. Спортсмены стали появляться. Так что всё замечательно стало. Ещё совсем недавно вместо новеньких горок и качелей здесь был пустырь, поэтому жители приняли решение поучаствовать в программе «Комфортная городская среда». Людей поддержали и депутаты, и руководство администрации Кировского района Самары. Жители сами предложили варианты. Они выбрали для себя оборудование, которое мы, с учётом их предложений, здесь установили. Детская площадка, она уже введена в эксплуатацию. Жители, по крайней мере, довольны тем, что у них двор стал благоустроенным. Только в Кировском районе областного центра в 2022 году по программе «Комфортная городская среда» было благоустроено семь территорий. То есть построены игровые площадки, организованы парковочные места, заасфальтированы тротуары. Все работы жёстко контролировались на соответствии качеству и характеристикам оборудования и стройматериалов. Кроме того, инициативные проекты реализуются ещё по губернаторскому проекту «Содействие» и конкурсу общественных инициатив «Твой конструктор двора». Основной приоритет у нас по комплексному благоустройству дворовых территорий, но и большое внимание мы уделяем соцобъектам. То есть дорога к школе – это у нас тоже один из приоритетов. Мы в этом году благоустроили несколько таких территорий. Сейчас вот у нас ещё инициативный проект реализуется. Около 32-й школы мы делаем тротуары, то есть детям обеспечили подходы к школе. По программе «Содействие» в Кировском районе в этом году благоустроили пять территорий. Также у трёх школ обновили проезды, парковки и тротуары. В следующем году в областном центре продолжат благоустраивать дворы жилых домов с учётом пожеланий горожан. Михаил Ермоленко, Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События. С юного возраста научить детей безопасному поведению на улицах и правилам дорожного движения. Акция «Засветись! Стань заметней на дороге» прошла в одной из самарских школ города. Подробнее в сюжете Елены Чернявской. С наступлением осени световой день всё короче и детям чаще приходится возвращаться из кружков и секций затемно. Чтобы они были заметнее на дорогах, на одежду нужно закрепить световозвращающие элементы. В школе номер 63 прошла акция «Засветись, будь заметен на дороге». Её цель – призвать пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде и на рюкзаках в качестве маячков безопасности. «Они действительно помогают. Это световозвращающие элементы позволяют водителю увидеть пешехода, в том числе несовершенновременно, заблаговременно. Где-то если в светлых тонах на одежде это 150-100 метров, то со световозвращающим элементом до 300 метров. То есть это помогает водителю заранее увидеть пешехода и снизить скорость». Акцию провели сотрудники госавтоинспекции «Самары». Активное участие в её подготовке приняли общественники. Они раздали школьникам световозвращающие элементы и призвали активно ими пользоваться. Инспекторы рассказали, для чего и как необходимо носить такие маячки. Школьники внимательно слушали сотрудников ГИБДД. «Ежемесячно, будем так говорить, ходят к нам сотрудники, проводят с ребятами беседы. И вот то, что сегодня детям раздают светоотражающие элементы, это очень хорошо, потому что вот именно, наверное, нам как раз этого не хватало. Дети ведь очень довольны и счастливы, что вот такое у нас прошло». Статистика утверждает, что очень часто дорожно-транспортные происшествия провоцируют дети, которые бегают вблизи дорог или переходят улицу в неположенных местах. А приводит к этому элементарное незнание правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге. Акция «Засветись! Будь заметен на дороге!» особенно актуальна в преддверии осенних школьных каникул. Елена Чернявская, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. В предстоящие выходные с 28 по 30 октября сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные рейды. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. Их цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на дорогах. В Самарской области водитель автомобиля «Лексус» врезался в пенсионера на мотоблоке. Пожилого мужчину госпитализировали в медучреждении. Авария произошла в Большеглушицком районе. 31-летний водитель ехал по улице Бакинской в селе Большая Глушица. Самоходная сельскохозяйственная техника двигалась в попутном направлении. Напротив дома номер 20 водитель иномарки не выбрал безопасную дистанцию и рассказали в главном управлении МВД по Самарской области. Произошло столкновение. В Самаре появится учреждение для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Губернатор Дмитрий Азаров поручил до 1 декабря подобрать соответствующее помещение для такого центра. Ранее глава региона во время визита в Нижний Новгород узнал о хулиганодоме, созданном там, и дал поручение рассмотреть опыт соседей и взять идею за основу. В таком центре ребята могут заняться любимым делом и ремеслом. Их вовлекают в волонтерские проекты. В учреждении работают психологи, выявляются наркозависимые. Есть место для ночевки, если ребенок не хочет возвращаться домой. В Чапаевске появилась новая модельная библиотека «Библиоград». Она была создана на базе городской библиотеки семейного чтения. Новое пространство для отдыха появилось в рамках нацпроекта «Культура». «Библиоград» не просто библиотека, а настоящий городок. Здесь созданы 9 функциональных площадок, в том числе зоны для проведения культурно-просветительских, патриотических мероприятий, семейного чтения, индивидуальных и групповых занятий, выставок. А через бесплатный Wi-Fi посетители получают доступ к фондам электронных библиотек. Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника Дня народного единства. В этом году он выпал на пятницу, поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, а 4 ноября выходной. Причем четверг, 3 ноября предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час. Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф. За это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере, либо в одинарном и с дополнительным выходным. Его участниками становились 32 театра из 21 города. На 56 спектаклях за 5 лет побывали более 28 тысяч зрителей. Эти и другие интересные факты о фестивале «Волга театральная», которому в этом году исполняется 10 лет, теперь можно найти на страницах одноименной книги. В Самаре прошла торжественная презентация издания. Михаил Ермоленко продолжит. «Волга театральная» – единственный фестиваль в Приволжском федеральном округе, объединяющий профессиональные театры. Его история началась в 2013 году. Фестиваль появился по инициативе самих артистов при поддержке Дмитрия Азарова, в то время главы города. После премьеры фестиваль стали проводить раз в два года, и уже на протяжении 10 лет лучшие театры городов по Волжье соревнуются в мастерстве за почетные призы и признание зрителей. В разное время участие в масштабном событии принимали муниципальные театры Тольятти, Новокуйбышевска, Ульяновска, Уфы и театры национальных республик Приволжского федерального округа. Всего 32 участника из 21 города. 56 спектаклей за 5 лет посетили более 28 тысяч зрителей. Фестивалей на территории нашего города и региона проходит достаточно много, но особый ценный именно этот, потому что он объединил, еще раз повторяю, города, расположенные на Волге, ассоциации городов по Волжье, беспрецедентная помощь администрации города и губернатора Самарской области. Это все результат для нас с вами, для зрителей. За эти 10 лет гостеприимная самарская земля приняла уже 5 фестивалей, и каждый из них подчеркивал, что появилось еще одно связующее звено, которое объединило наши города. Яркие эмоции и бесценный опыт организаторы и участники фестиваля решили увековечить на страницах одноименной книги «Волга театральная». Ее торжественно презентовали в Самаре, городе, который неразрывно связан с театром и для которого этот вид искусства имеет особое значение. Как отметил автор издания Александр Игнашов, ни одна страница не оставит читателя равнодушным. В создании книги участие принимали именитые актеры, среди них единственный в регионе лауреат национальной премии «Золотая маска», актер театра драмы, заслуженный артист России Владимир Гальченко. Это 10-летняя история нашего театрального проекта, которым мы бесспорно гордимся. Естественно, эта книжка попала и в Москву, и рассылалась всем городам-участникам за вот такой длительный срок. И все в восторге от Самары. Самара находит варианты делать людям красиво и оставлять такую память о своих проектах. Телеканал «Самаргиз» на протяжении 10 фестивальных лет остается информационным партнером «Волги театральной». Специальные программы и дневники фестиваля, наряду с эмоциями и воспоминаниями на страницах книги, надолго останутся в памяти зрителей. Привет всем любителям, ценителям и поклонникам театра. Вы смотрите дневник фестиваля «Волга театральная». С вами Марьяна Мирная. Итак, день первый, открытие. Следующий фестиваль «Волга театральная» пройдет в Самаре в 2023 году. Подробности организаторы не раскрывают, но обещают сохранить масштабность. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Кировского района Самары напоминают жителям о государственной информационной системе ЖКХ. Это современная и удобная платформа. Ее задача – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. Через ГИС ЖКХ вы сможете взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, оплачивать коммунальные услуги, направлять жалобы, голосовать и многое другое. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников предусмотрена ежемесячная выплата для студентов, обучающихся по программам высшего медицинского образования по договору целевого обучения. Им положена сумма в размере тысячи рублей. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. Администрация Самарского района рассказывает жителям, как бороться с шумными соседями. Санитарное законодательство устанавливает нормы шумового загрязнения, но только для постоянно действующих источников шума. В Роспотребнадзор можно и нужно направлять жалобы на шум инженерно-технологических коммуникаций. Например, шум отопительного оборудования, громкий лифт, работу вентиляции, шум холодильников общепита, пристроенного к жилому дому. Сначала сообщите о своем недовольстве компании или предпринимателю, который нарушает ваши права. В претензии укажите суть нарушений, требований и срок устранения. На ответ дается 30 дней с момента ее получения. Жаловаться в Роспотребнадзор... Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, носят ли они зимой шапку. 67% опрошенных сообщили, что как только на улице становится холодно, надевают головной убор. 14% вспоминают о шапке с появлением снега, 10% носят головной убор только в сильные морозы, а 9% используют капюшон. На этом пока все. Всего доброго. До встречи.